Привет всем дорогие друзья, вы на канале AndroNews, а это очередной выпуск актуальных новостей из мира технологий. Эта неделя у нас вышла насыщенная, допустим, к нам приехал Xiaomi Redmi Note 7. Мы уже запилили на него обзор, сделали такой, знаете, нехилый краш-тест, и я скажу вам честно, что я охренел. Но это не всё, о чём я вам хотел рассказать, поэтому давайте по порядку. Но перед этим, друзья, хочу вам рассказать о чудесной распродаже под названием Киберпонедельник. С 28 по 30 число в таких магазинах, как Алиэкспресс, GearBest, Banggood и множестве других, будет действовать повышенный кэшбэк, вплоть до 22%. Если мы говорим об Алиэкспрессе, там будет 7,5%. Также наши друзья и партнёры разыгрывают множество интересных призов, от PlayStation 4 Pro до кофемашин, смартфонов и множества различных вот таких вот штук. Поэтому ссылки в описании рекомендую. И знаю, что большинство наших подписчиков уже в курсе, что такое кэшбэк. Но если вдруг вы не в теме, я специально для вас подготовил лайтовую инструкцию, которая поможет вам разобраться в этом вопросе. Ещё раз, ссылки в описании, рекомендую, вы у меня лучшие. Ещё в отдельном видео я вам рассказывал о безрамочном футуристичном Meizu Zero. А днём позже компания Vivo показала свой концепт футуристичного смартфона под названием Apex 2019. По сути это тот же Meizu Zero, но только чуть более дорогой и премиальный. Ну, к примеру, расположенный под экраном сканер отпечатков пальцев здесь работает по всей области дисплея. Есть и другие фишки, вроде поддержки 5G-сетей, магнитного коннектора для передачи данных. Но всё это хрень собачья, потому что смартфон не имеет фронталки. Я, конечно, согласен с тем, что безрамочность это круто, но согласитесь, не такой же ценой. А вообще 2019 год обещает быть интересным, потому что наконец-то производители перестали клепать однотипные смартфоны и начали экспериментировать. Вот, к примеру, компания LG заявила о том, что мы можем попрощаться с сенсорным управлением. Пока до конца не ясно, что именно компания имела в виду. Но есть подозрение, что они представят что-то вроде сильно прокачанной функции управления жестами, которая была реализована ещё в Galaxy S4. Но хочется надеяться на то, что компания LG всё-таки нам действительно покажет что-то интересное и новое. А тем временем компания Samsung намерена существенно снизить цены на новинки из серии Galaxy A. Всё для того, чтобы на фоне аппаратов от китайских производителей приобретение смартфона Samsung воспринималось потребителями как максимально удачное приобретение во всех отношениях. Серьёзный бренд, хороший сервис, отличные характеристики, качественная сборка и замечательная цена. Ну что же, Samsung, я с вами согласен, лучше поздно, чем никогда. И если действительно этот слух окажется правдой и ценники на смартфоны от компании Samsung хотя бы как-то приблизятся к тем, что нам демонстрируют китайские производители, тогда не исключает тот факт, что когда-нибудь я действительно начну топить за устройство от этого производителя. Также ходит слух о том, что разумные ценники компания приготовила и для бюджетников из новой серии Galaxy M. Теперь эта линейка внезапно стала мне интересна. Но и это ещё не всё. Южнокорейская компания решила, что ей пора укреплять собственную линию мобильных чипов. Поэтому в этом году она пополнится новичком в лице Exynos 9825. Скорее всего, это немного разогнанная версия чипа 9820, которая станет сердцем будущего Galaxy Note 9. Но и это ещё не всё. Samsung понимает, что их чипы Exynos имеют такое же слабое звено, как и Kirin от Huawei, а именно использование видеоускорителей от Mali. На этом поприще Snapdragon просто не оставляет конкурентам никаких шансов. Но, как вы уже знаете, Huawei решает эту проблему при помощи технологии GPU Turbo. Конечно, не фонтан, но брызги есть. А главное, с каждой новой версии эта технология работает всё круче и круче, постепенно сокращая преимущества в видеоускорителе Adreno в чипсетах Snapdragon. Отныне нечто подобное будет и у Samsung, но называется оно Neuro Game Booster. Предполагается, что для работы этой технологии Samsung будет использовать специальный нейронный движок на основе сопроцессора, который установлен в Exynos 9820. Скорее всего, флагманский Galaxy S10 получит данную технологию сразу из коробки, но я постараюсь быть в числе первых, кто расскажет вам об этом девайсе. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А пока одни производители идут на смелые эксперименты, компания Oppo внезапно решила прижаться к обочине и похоронить главную фишку своего самого инновационного смартфона. Oppo Find X2 станет самым обычным моноблоком с дыркой в дисплее, как и десятки других безликих моделей смартфонов 2019 года. Крутейшей технологии 3D-сканирования лица теперь тоже нет. А жаль. Видимо, идея слайдера никак не приживается на современном мобильном рынке. Красота красотой, а практичность превыше всего. Теперь, честно говоря, я даже не понимаю, кто будет покупать Find X2. С учетом того, что прошивка смартфона, мягко говоря, не идеальная, высокие ценники и отсутствие уникальных фишек просто похоронят этот девайс. И говоря об уникальных фишках, я не могу не упомянуть о просто дьявольском модуле камер от компании Sony. В том году японцы порадовали нас своим модулем AMX586 на 48 мегапикселей. А теперь речь идет уже о новом модуле на 66,6 мегапикселей. Кроме того, раньше величина одного пикселя на матрице составляла 0,8 микрометра. А теперь каждый пиксель имеет размер по одному микрометру. В режиме съемки, когда два пикселя объединяются в один, суммарный размер двух таких пикселей будет увеличен с 1,6 до 2 микрометров. Это позволит делать просто потрясающие фото в условиях недостаточной освещенности. Вернее сказать, это должно нам позволить делать такие фото. Как оно будет на самом деле, это мы еще проверим на выставке MWC 2019, где компания Sony покажет свой новый флагман XZ4. А знаете, кто еще со всем усердием готовит для нас новый смартфон? Правильно, это компания Xiaomi, а вернее их бюджетное подразделение Redmi. На этот раз они собираются показать свой первый смартфон на базе Android Go. Сердцем девайса станет процессор Snapdragon 425. Как и положено подобным аппаратам, Redmi Go получит свой законный 1 гигабайт оперативной памяти. И для Android Go это золотая норма. Полные технические характеристики вы сейчас видите на своем экране. Честно говоря, мне дико радует слива о том, что стоимость смартфона не будет превышать 100 долларов. Да блин, капитаны, вы поглядите на ценник Redmi 6A. Сейчас на Алиэкспрессе за него просят 85 баксов. А смартфон на Android Go на приори не может стоить дороже. Тем более, что компания Xiaomi сейчас активно пропихивает бренд Redmi. Даже гляньте на стоимость Redmi Note 7. Лично я вангую ценник в районе 60 баксов. Но не все так сладко у компании Xiaomi, как хотелось бы. Недавно они превселюдно признались, что испытывают большие проблемы в создании своего гнущегося смартфона-планшета. Наверное, пора бы вернуть в лексикон слово «фаблет». Глава отдела разработки продуктов Xiaomi опубликовал пост, в котором прямо заявил, что они столкнулись с целым рядом конструкционных и технических проблем, где самое главное – это долговечность работы устройства. Если бы дисплей складывался внутрь, это было бы еще полбеды. Но поскольку сама идея гнущегося смартфона имеет смысл только в том случае, если он будет складываться наружу, то любой удар, а тем более падение, практически наверняка сломает смартфон. Есть еще огромное количество других проблем, включая софтверны. И это можно видеть даже на демо-ролике. После изгибания устройства запущенное приложение перезагружается. Короче, не скоро мы еще увидим гнущийся смартфон от Xiaomi. Ой, как не скоро. И напоследок маленькая новостюшечка чисто по фану. Пару дней назад журналисту российского новостного агентства РИА Новости удалось задать вопрос генеральному директору компании Apple, Тиму Куку. А спросил он следующее – что Тим Кук думает о Яндекс.Телефоне? В ответ тот рассмеялся и сказал, что никогда не слышал о том, что такой смартфон вообще существует. Но самое смешное даже не то, что сказал Тим Кук, а комментарии людей. Тим Кук ни хрена не следит за рынком, стебется, потому что Apple нечем ответить и так далее. Ребят, скажите честно, вы серьезно? С момента старта продаж Яндекс.Телефона их было продано в суммарном количестве не более 1000 штук. И я уверен, что те люди, которые его купили, они взяли просто его в свою личную коллекцию, ну или для того, чтобы записать обзор. Ладно, у меня все. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Не забывайте им делиться со своими друзьями, ставить пальцы вверх, смотреть на ссылки в описании. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.